Вы слушаете канал жаж.клаб. История возникновения. Обсидиан в Мезоамерике. Обсидиан – это темное вулканическое стекло, которое обеспечивает самую острую режущую кромку, доступную в природе. Древние культуры Мезоамерики высоко ценили свойства обсидиана, и он широко продавался по всему региону. Обсидиан использовался для изготовления инструментов, оружия, а после полировки – для зеркала и в качестве декоративной инкрустации во всем – от украшений до ритуальных масок. Свойства и торговля обсидиан – химическое название – диоксид кремния – это разновидность вулканического стекла, образующегося, когда горячая лава остывает и затвердевает так быстро, что кристаллы не успевают образоваться в немецком изготовленной из различных химических соединений, обсидиан в основном состоит из кремнезема. Обсидиан обычно черного цвета, но может иметь различные оттенки, такие как и сине-черный, павлин, красное дерево и даже гораздо более светлые, зеленоватые. Эти цветовые вариации вызваны присутствием минералов, таких как гематит или мельчайшие пузырьки газа. Он также может иметь белые вкрапления крестоболита, снежинки обсидиана. Несмотря на редкость сырья, обработанные куски обсидиана высоко ценились во всех мезоамериканских культурах от альмёков до ацтеков, и поэтому это был один из самых ранних и наиболее часто продаваемых товаров. Его особенно ценили за сверхострый режущий край, который может обеспечить тщательно обработанный обсидиан, такой же острый, как любое современное лезвие бритвы. Действительно, некоторые хирургические процедуры сегодня предполагают использование скальпелей с обсидиановыми краями. Обсидиан легко отщепляется, если ударить по нему более твердым камнем, чтобы удалить чешуйки вдоль раковинных трещин, которые выглядят как раковины. Его использование в оружии и различных инструментах привело историка Эмма Миллера к описанию обсидиана как «стали» нового света. Материал также ценился за гладкую текстуру и необычный темный стекловидный блеск при полировке, который древние мезоамериканцы обычно достигали с помощью абразивного песка. Как и в случае с другими востребованными материалами, такими как нефрит и бирюза в Мезоамерике, наиболее высоко ценились более необычные разновидности обсидиана. Редкий оливково-зеленый вид обсидиана был получен из шахт Сьерра-де-Лас-Навахас в Пачуке, а близлежащий Тула, он же Таллан, стал крупным торговым центром обсидиана. Тула была столицей цивилизации тальтеков, которая процветала в Центральной Мексике между Экс и серединой XII веков. Количество мастерских по изготовлению обсидиана в Туле привело к тому, что историки подчитали, что около 40% от общей численности населения Тулы в 30-40-м 000 человек занимались обработкой обсидиана для нужд города и для торговли. Необработанные обсидиановые блоки – Гватемала. Фото, member.worldhistory.org Тем не менее, мезоамериканская торговля обсидианом началась намного раньше, чем у тальтеков, с доказательствами того, что он был обменен во втором тысячелетии до нашей эры в период, который часто называют ранним формированием. Основные месторождения мезоамериканского обсидиана, помимо Пачуки, происходили из высокогорья Халиска, западная Центральная Мексика, и высокогорья Гватемалы, Эль-Чайл и Сан-Луис-Хилля-Типёке. Из этих высокогорных месторождений обсидиан транспортировался на Каноэ по водным путям в более широкий регион. Торговля не всегда осуществлялась городами-государствами или элитами. Ремесленники сами иногда организовывали закупки необработанного обсидиана, как это можно увидеть в таких местах, как Хачикалька, который процветал между 700 и около 900 года от начала нашей эры. С другой стороны, мы знаем, что на некоторых современных объектах в Западной Мексике, долины текила, украшения из обсидиана контролировались правящей элитой, а на соседних объектах в Тараске производство обсидиановых лезвий контролировалось государством. Очевидно, что существовало разделение в ценности и контроле между необработанным обсидианом и готовыми изделиями, связанными с властью, такими как элитные украшения и оружие. Использование. Продолжение читайте на сайте jash.club